Всем привет! Вы на канале с сайта Какскаст. Меня зовут Максим. И в этом видео мы рассмотрим с вами такую проблему, как то, что блок, сделанный на всю высоту экрана, не помещается на новой устройстве. Сейчас на экране вы видите типичный блок, ну скажем так, такой сементированный, когда, допустим, у вас есть блок на всю высоту экрана, первый экран сайта, но внизу есть какой-то блок, который всегда прибит книзу и должен быть всегда виден пользователю изначально. Так вот, на мобильном устройстве есть с этим проблема. Давайте сейчас я запущу для вас запись экрана с моего телефона и вы поймете, в чем, собственно, суть. Итак, сейчас вы увидите экран моего телефона, вот, и здесь есть некая проблемка. Нижний блок, изначально вы могли видеть, что нижний блок, он помещается, да, то есть, ну, когда я показывал экран компьютера, естественно, там проблем нет, там все хорошо. Но вот на экране смартфона не помещается. Это будет что на iOS, что на Android, неважно, потому что есть верхняя панелька у браузера. Если мы сейчас поскроим, то мы увидим, да, что панелька браузера исчезла верхняя, зато блок появился на всю, как бы, на весовой размер и все нормально. Но теперь мы не видим верхнюю часть, да, получается. Вот, она, как бы, уходит. Вот, и в этом видео я расскажу, как сделать так, чтобы избежать этой проблемы, чтобы всегда вот этот нижний блок был виден, неважно, у вас скрыта или не скрыта вот эта панелька. Всегда будет видно. Давайте разберемся с этим. Так, мы переходим в код. Здесь все очень просто. Просто секция hero и в ней некий диф, который и называется нижний блок. В CSS все это очень просто написано. Обычный блок с браундом и бот там прижат абсолютом к низу. Ну, например. И у самой секции высота 100vh, как вы можете видеть. Вот, именно из-за того, что здесь написано 100vh и происходит проблема. Но есть решение через JS и через CSS переменные, которое позволяет это решить. Давайте займемся. Итак, переходим в JS код. Здесь этот комментарий нам не нужен. И что нам нужно сделать? Нам нужно рассчитать так называемую величину vh для начала. Это делается просто. Высчитывается window.index.height, то есть высота нашего окна. И умножается это все на 0.01. То есть, по сути, мы высчитываем высоту вот эту vh. Вот. Ну, а точнее, если мы это сейчас выведем в консоль, вы сейчас поймете, в чем суть. vh. Давайте посмотрим. Вот. Мы выводим некое такое значение. Да, ну сейчас давайте обновим страничку. Вот. Она всегда разная. Такой, ну, не знаю, можно сказать, множитель, да, количество вот этой высоты, деленное на 0.1. Этот множитель нам пригодится потом, чтобы сделать специальную переменную, специальное значение, которое будет высоту устанавливать. Итак, переходим дальше. Что у нас здесь нужно? Нужно создать, на самом деле, свойства vh. Ну, именно кастомное свойство, то есть CSS переменную, которое будет использоваться в CSS без проблем. С помощью document, document.element мы обращаемся по факту к тегу HTML, грубо говоря. Да, ставил, потом setProperty и указываем, что мы хотим создать переменную vh и ей укажем значение vh в пикселях. Вот. Это означает, что в эту переменную мы положим в это значение. То есть, значение вот такое вот. Сейчас обновляем страницу. И если посмотрим, то у нас появляется вот она переменная vh с значением 4.36 пикселя. Вот. Это значение мы можем указать здесь, в CSS уже напрямую, да. И, в принципе, оно как раз-таки нам и позволит все это сделать. Выпишем height, calc и вычисляем наш var vh. Так, давайте вот так, вот так var vh. И умножаем это на 100. И получаем по факту, при умножении на 100, мы по факту получаем вот это вот значение, там 4.36 условно, да. Умножаем на 100 и, естественно, получаем там сколько получается? 436, да. Вот. И это значение в пикселях в итоге устанавливается для высоты. И оно не учитывает вот эту полосочку. Почему? Потому что изначально в JS мы рассчитали именно высоту окна. Именно высоту окна, не просто высоту всего, что только можно, а именно окна. Без всяких там вот этих верхних, нижних полосочек и так далее. Именно поэтому мы по факту устанавливаем в пикселях другую высоту. Ну, как бы рассчитывая ее через vh. Но она работает именно без всяких вот этих вот верхних, нижних панелек. Это важно. Сейчас, если мы все обновим, если мы здесь обновимся, конечно, здесь мы не увидим проблемы. Ну, вернее, не увидим изменений никаких. Все будет так же. Но если сейчас я снова включу запись телефона, и вы посмотрите, что изменилось, то сразу поймите, в чем суть. И вы видите, что нижний блок виден сразу. Он виден сразу, никакого скролла уже нет. Да, то есть получается, что блок начал помещаться. Начал помещаться в итоговый размер. Если мы вернемся снова в браузер и посмотрим, что здесь в хейт, да, возможно, в компьютер это нам выведет. Вот, мы видим, да, 436 пикселей. То есть по факту, ну, именно при вот такой высоте, по факту наш размер стал 436 пикселей. И с помощью JS будет высчитываться постоянно. Но, естественно, чтобы он высчитывался постоянно, нужно сделать еще кое-что. Давайте перейдем в JS-клад еще раз. И нам нужно будет написать простой, простой resize событие. Да, то есть window, это event listener, resize. Простейшее событие, которое будет просто-напросто еще раз высчитывать этот в х, только уже внутри себя, да, вот здесь. Вот, и будет также устанавливать значение переменной, где бы то ни было. В принципе, мы можем написать здесь функцию, да, которая будет это делать. Ну, например, там, const changeVh, да, или что-то такое, или changeHeight, что-нибудь вот такое. Вот, в которой, собственно, и будет данная вещь. Вот так вот, да, получается. Вот, это мы удалим. Ну, и по идее можно вызывать changeHeight здесь и changeHeight здесь. Если я все правильно написал, то это должно сработать. Действительно, 36 работает. Если мы изменяем ситу, да, действительно, тоже работает. Ну, и на телефоне, соответственно, будет то же самое, все будет хорошо. Вот, и это отлично работает. Еще раз про принцип. Здесь высчитывается высота именно непосредственно окна документа, окна браузера, без учета всяких вот этих вот верхних, нижних полосок и так далее, ничего лишнего. Умножается на 0,01. То есть, по факту высчитывается, можно сказать, такой множитель, да, в пикселях. И потом здесь он уже умножается на 100, и мы получаем итоговое количество пикселей, которое нам нужно, чтобы блок поместился. Это работает, в принципе, как на доступе, так и на мобилке, да, и при изменении размера изменяется вот это число, и поэтому, если мы условно вот так его укажем, да, то, по сути, высота Z будет 747, и она будет всегда пересчариваться. Это очень удобная фича, когда вам нужно сделать, ну, например, какое-нибудь окошечко, да, которое, ну, появляется подверг сайта, вы скроллите, и вам не нужно, чтобы какая-нибудь нижняя часть окошка пропадала, ну, например. Либо, если, ну, к примеру, у вас есть просто блок, ну, какой-то сайт с экраном, как здесь вот я показал, да, с экраном на 100%, вот, и получается, что вам нужно, чтобы помещалось все, помещался весь контент. То есть, заказчик прямо просит, ну, обязательно, чтобы помещался контент. Вот этот такой вот простой вариант, использующий CSS-переменные и JS, он вам поможет. Вообще, я считаю, что использование CSS-переменных через JS очень сильно нам обращает работу, и, возможно, в скором времени еще обновлю немножко там сборочку, в том плане, что, ну, например, высчитывать постоянно число, ну, видимо, размер скролла, да, когда мы, например, открываем модальное окно, чтобы не прыгал сайт, тоже можно через CSS-переменные. Где-то очень просто, мы просто высчитываем, загоняем это все в переменную, и потом используем спокойно, как обычное CSS-свойство. То есть, вот эти вот 17 пикселей в хроме, да, легко очень будет высчитываться. Поэтому и вам советую использовать CSS-переменные, именно CSS, не SAS, и с ними как-то взаимодействовать, определять и так далее. Ну, у меня на этом все, надеюсь, вам было полезно. Такое небольшое видео получилось, но на интересную, на мой взгляд, тему, которая действительно иногда вызывает проблемы. Но такой способ, на мой взгляд, решает все, и, собственно, проблема в этом будет решена. Всем удачи, до скорого, до следующего видео, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok